ЛИЦА МОЛОДЫЕ Когда Спаситель спрашивал предавшего Петра, сколько раз он его спрашивал, помните? Кто не помнит? Вот он его предал, да? Ну как предал? Ну, отрекся от него, смолодушничал, испугался, что его сейчас тоже схватят, и сказал, что я не знаю этого человека. Три раза его спрашивали. И он три раза сказал, что он не знает Христа. Он плакал потом всю жизнь после этого. Но когда Господь его прикровенным образом встречает, потом воскресший Христос, он трижды его спрашивает, что? Но любишь ли ты меня? У нас все три его раза переводятся одинаково. На русский язык. Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? А третий раз он как особенно спрашивает? Он тоже говорит, любишь, но помните? Как? Помните? Ну, отец Зиакон, конечно, знает. Он читает Евангелие. А все остальные? Первые два раза он говорит по-гречески Агапе. Агапе. То есть любить, как всех. Да? Вот все друг друга любят. Да? Агапе по-гречески. А третий раз он спрашивает филии по-гречески. То есть любишь ли ты меня больше, чем всех? Выбираешь ли ты меня? Это очень важно. Это очень важно. Бог от нас именно такой любви требует даже. Требует. Это единственное, что он требует хотя от нас. Он больше ничего от нас не требует. Потому что только тогда он может нам помочь. В том числе в воспитании детей. Оказывается, есть несколько, ну, скажем так, состояний, которые мы называем любовью. Вот. И очень часто то, что мы называем любовью, в общем-то, спасибо большое, оно любовью-то и не является. Ну, например, когда говорят, мой ребенок меня любит. Нет. Оказывается, дети не умеют любить еще изначально. Ну, как же так? Он родился, вот он тянется, да, он, так сказать, смотрит яркими глазами. Но это еще не любовь. Это естественное тяготение. Да, вот малыш тянется к мамочке, с папой. Он от них тепло чувствует. Он их чувствует, любовь. Да, это правда. Но сам по себе он еще берущий. Понимаете, о чем я говорю? Он как бы берет. Он говорит, мама, дай мне молока. Папа, дай мне тепло. И мы с вами часто не выходим за пределы этой изначальной любви, так называемой. Это всего лишь, ну, скажем так, начальное, вот такая совсем-совсем животное, животное тяготение к другому любящему тебя существу. Как растение тянется к солнцу. Хороший пример, вот подсолнуло, да, вот он поворачивается, как это вот, отражает. Да где солнышко? А, вот оно, да. Ребенок видит, мама ушла. Вы заметили, как младенец смотрит, глазами следит? Внимательно следит, куда мама там, он все знает, куда она. По шороху может разобраться, куда мама пошла. Да, потому что он понимает, что это источник тепла, источник света. Но любит ли он свою мать? Нет. Он еще не умеет любить. Наша задача научить его, наша задача научить его любить, если мы сами это умеем делать. Но эта любовь детская, да, потом что, ребенок что, он начинает осознавать мир. И он что говорит? Мой папа, моя мама, моя игрушка. То есть, говоря о нашей прошлой лекции, да, надо честно признаться, что вообще-то мы рождаемся с вами поврежденными. У нас врожденный порог развития. Это называется первородный грех. Грех этот означает одно, что мы отделены от Бога. У нас нету вот этой, той связи, прямой связи, которая была у Адама и Евы. Это как бы если ребенок отца берет за руку своего и держит крепко, ты чувствуешь тепло его ладони, ты чувствуешь его заботу о тебе, и прямо ты можешь спросить его в любой момент, и он тебе ответит. Вот такой любви, такой связи с Богом нет у человека изначально. Нельзя сказать, что нет вообще этой связи. Конечно, есть, но вот этой органичной, присущей человеческой природе связи с отцом, она разорвана, разорвана первородным грехом. А следствием этого стало что? У ребенка на первом месте, если он Божий ребенок, да, Божий, неповрежденный, что стоит на первом месте? Кто стоит на первом месте? Отец, Отец, Бог. Потом те, кто окружает этого ребенка. Это если бы у нас с вами рождались сразу святые дети, святые, божественные дети, которые бы светились с рождения, вот у них на первом месте бы сразу стоял Господь, потом мы как родители, а потом уже я сам. Конечно, человек тоже себя любит, но он не может себя любить больше всех, потому что если он ставит себя на место Бога, эта связь разрывается. Собственно говоря, когда у нас произошел первородный грех, кратенько повторю, то, что было в прошлый раз на прошлой нашей встрече, собственно, когда первородный грех произошел, у человека так и произошло. Вместо отца на первое место встало собственное «я». Точно так же, как у врага рода человеческого. Собственно, дьявол и стал дьяволом тогда, когда поставил себя на место Божие. Это очень важно понимать. Бог не нуждается в том, чтобы мы ему отдавали что-то. Как он говорит, мне не нужны ваши жертвы, не нужны ваши всесожжения. Но Богу нужны наши стремления к Нему. Это единственное, что нужно. Его воля, направленная к Нему. А сам Бог, Он дающий. Разве Бог требует от нас полностью отключить свою личность, раствориться в Нем? Нет. Бог не требует от человека уничтожения его первозданной свободы. Ему это не нужно. Он не подавляет человека никогда. Наоборот, Он сам есть тот, кто отдает себя для того, чтобы жил мир. Потому что Духом Божиим всякая душа живится. Оживотворяется каждое создание. Поэтому пока Бог себя отдает миру, свою благодать, до тех пор и мир стоит. А мы Его дети. Значит, до тех пор, пока наша любовь будет берущая, а не дающая, мы не сможем быть похожи на Бога. И мы будем похожи на кого? Вот как говорят, слушай, пообщаешься с мамой? Ой, говорит, пообщаюсь, девушка, говорит, вот все хорошо. Встречаюсь с молодым человеком, говорит, пообщаюсь с мамой. Как будто из меня всю душу вынуло. Прямо все истощаюсь. Прямо как будто вот меня высосали прямо так вот. Раз, и все, из меня вся жизненная сила вышла. Ну, конечно. Какая у мамы к тебе любовь? Дай. Понимаете, в чем дело? Мама большая по возрасту, а любовь у нее осталась вот эта вот. Хочу от тебя получить. Как ты там живешь, твоя семья, твой... Вот этот не годится тебе, молодой человек, давай другого. Да? Вот это желание даже влезать в жизнь своих детей, это тоже следствие вот этого вот духовного повреждения. Там много причин. Не только первородный грех, не только неумение поставить Бога на первое место. Еще физиологическая есть причина у женщины. А то, что она лезет в семью своих детей и мучает их. Сейчас вот одна из историй тоже. Распалась семья. Ну, прекрасная была семья. Но мама так и не отдала свою дочь, ее супругу. Не отдала. Ты сказала, моя собственность. Вот. Я тебя рожал для себя, а тут ему отдать. То он тебя не достоин. Только я тебя достоин. То есть не то, чтобы я тебя буду себя отдавать. Нет. Я буду от тебя брать. Это получается не материнская. Мы так говорим, великая материнская любовь. И в советское время тоже превозносилась материнская любовь. Но она разная бывает. Бывает действительно жертвенная. А бывает такая, что ребенок как бы и чувствует себя постоянно обязанным отдавать. А родители должны научить сами, показывая пример, как надо отдавать. Давать. Жертвовать. Собой. Вот в чем дело. Поэтому, конечно, есть такая физическая причина еще в том, что женщина, возвращаясь к этому, что женщина не может никак отпустить от себя детей. Это потому, что у нее не родилось достаточное количество детей. У каждой женщины, у нее ведь заложено нужное количество деток, которых она должна родить. Хочу так сказать, даже физиологически заложено. Вот количество яйцеклеток в организме, оно ограничено. И циклов тоже. То есть, Бог тебе дал, там, энное количество циклов, и все. После этого ты уже не сможешь быть матерью. Вот. И это по поводу продажи яйцеклеток, там, сегодня, там, да, это стимулирование вот этих вот моментов, да, искусственного. Это сокращение возраста женщин. Сразу она, сразу стареет на 10 лет, если у нее забрать нужное количество яйцеклеток. Да, большое количество яйцеклеток. То есть, у нее заложено много детей. Если у тебя 10 детей, или хорошо, 5 хотя бы детей, будешь ты лезть в каждую семью, то тебе просто сил не хватит. Ты будешь, наоборот, бегать от всех своих дочек и сыновей, которые будут соревноваться. Кто тебе купит бутевочку в санатории. Мама, а можно тебе внучков отдать? Какой там лезть? Ты будешь сидеть, желательно, где-нибудь подальше и ждать, что они сами придут к тебе. Да, и так и будет, потому что их много. А когда вот одного родила, а других что сделала с ними? Принесла в жертву ради этого одного. Вот тогда да, тогда мамочка не слезет с своего единственного чада и замучает его почти до смерти. Большинство так и происходит. Если только муж сильный попадется, он тогда заберет от мамы. Почему так важно забрать супругу и жить отдельно? Потому что мамы не могут справиться с этим своим эгоизмом. Эгоизмом. Неразвитая любовь. Вот что сегодняшнее. Что такое эгоизм? Это такая начальная стадия такая. Да, даже вот не любовь еще, а, скажем, тяготение. Но оно вот, к сожалению, превращается. Вот детское, детское, скажем так, вот это вот достаточно себя любивое состояние, оно так и остается. То есть родители не учат сегодня любить своих детей, по-настоящему любить. А любить что означает? Вот встречается молодой человек и девушка. Да? Любовь, она что означает? Она означает ее глазами посмотреть на все, что происходит. А для нее его глазами посмотреть. То есть ты должен реально немножко отказаться от своего видения. Я тебя вижу вот такой вот идеальной женой. Да? А ты что-то все не соответствуешь. Не путай, что ты видишь в ней некий идеал жены. И как Бог, оказывается, Бог может по-другому ее видеть. И в ней заложено совсем другое. Поэтому, выходя замуж или беря замуж, надо понимать, что в этом человеке нужно раскрыть то, что Бог в нем заложил. А не то, что я хочу в тебе видеть. Да? Ведь это же не наша собственность. Мы берем замуж или мы женимся на Божьем ребенке. Да? Мы вот берем Божье дитя, наша жена или муж. Да? Вот у женщин. И в нем надо раскрыть то, что заложено Творцом. Вот эту красоту. То есть есть такое понятие – идеальный муж. Есть такое понятие – идеальная жена. Только это не то, что мы считаем. И идеальный ребенок тоже наш, наши дети. То, что Бог в них заложил – вот в чем дело. Мы должны в каком-то смысле глазами Божьими посмотреть. Господи, а ты что мне хочешь сказать через вот этого человека? Что в нем заложено? И увидеть, и восхититься этой красоте. А не тому, что я хочу видеть в тебе. Поэтому часто православные браки, как называемые, они бывают очень неудачными. Потому что муж, неправильно почитав духовную литературу, считает, что жена должна во всем его слушаться. И все. Но жена должна слушаться Бога. Через него. Через мужа. А значит, муж первый должен быть послушником Богу. То есть, не то, чтобы я наконец стал православным мужем, и наконец я диктатор. А она должна мне все выполнять. Что она сделает? Вот это сделает. Побеги туда, присядь, прыгни, все отлично. Слушай, а ты сам берешь за нее ответственность. Ты закон Божий-то соблюдаешь. Ты понимаешь, что ей нужна твоя любовь, твое тепло. Ты обязан это делать. Это уже твой долг. То есть, иными словами, любовь, она не в том, что один подчиняет себе другого и думает, что это настоящий православный брак. Нет. Любовь – это где двое выходят за пределы самого себя. И в Боге соединяются. И тогда муж через 10 лет семейной жизни говорит, слушай, я не видел тебя. Твоих желаний настоящих. Что ты, оказывается, давно уже хочешь шторы повесить. А я все еще не повесил. Потому что я думал, что так лучше. Я должен был твоими глазами посмотреть. Ну, жена же дома. Давай повесим шторы с тобой. Потому что теперь я вижу твоими глазами. А жена подумала, да, а что же я… Я уже в прошлый раз приводил пример. Вечером муж приходит, столько проблем накапливалось, столько ему рассказать хочется, да, чтобы он решил вот это, вот это, вот это. А потом подумаешь, ну, как же так. Ведь даже баба Яга она сначала покормит, а потом в печку сажает, да. А не наоборот, да. Нужно кормить его, чтобы он пришел в себя, да, вот утешить его. А потом какие-то, может, вопросы вместе решить. Посмотрите его глазами. Что он весь день, он-то думает, сейчас приду к жене, а она-то мне приласкает. А вместо этого, что там, в анекдоте-то, да, руки в боки, да, у жены тоже накапливается. Конечно, хочется вывалить ему все, понятное дело. Да, потому что и его не хватает. И тогда всегда его не хватает, постоянно. Он добывает все время, как где-то пропитание. Но надо же посмотреть его глазами. Там начинается любовь, где мы отдаем, говорим, жертвуем немножко своим собственным видением, выходим за пределы себя, за пределы своего, своей этой самости. И говорим, Господи, да, помоги мне увидеть по-настоящему этого человека, чем он живет. Многие знакомятся через 10 лет по-настоящему, понимаете. Супруги говорят, слушай, я тебя не знал. А я тебя не знала. Первый этап брака всегда бывает игра в хорошего мужа и в хорошую жену. Это хорошая игра. Потому что каждый пытается быть лучше, чем он есть на самом деле. Но наступает время, когда надо уже преодолеть вот эту грань, перейти за эту грань. И не побояться заглянуть по-настоящему в глаза своего любимого человека. И надо понимать, что ты выходишь не за идеал и не женишься ни на идеале, ни на совершенстве. Ты соединяешься с человеком, который для тебя еще загадка. Но самое главное – почувствовать, от кого тебе этот человек послан. Это очень важно. Если он послан от Бога, значит, в нем раскроется все, что ты ищешь. А как различить, послан человек от Бога или нет? Ну, во-первых, хороший признак. На чужом несчастье счастье не построишь семейного. То есть, развалив чужой брак, уведя мужа или отбив жену у кого-то, как правило, такие браки. То есть, не как правило, а, я бы сказал, 99,9% таких браков, они очень быстро распадаются сами потом. Потому что нельзя построить счастье на прелюбодеянии, на грехе. И еще один признак, очень важный признак – хороший человек или нет? Способен ли он убрать себя с первого места? Если двое уже сразу встречаются и договариваются, ну, давай так, значит, ты вступаешь в клуб обожателей меня, а я вступаю в клуб обожателей тебя. Да? Но это партнерство такое временное. Это браком даже не назовешь. Это такой, знаете, договор такой. Пока мы друг друга устраиваем, там, в бытовых вопросах, там, это такой вот семейный контракт такой, брачный контракт, как на Западе любят делать. Это вообще не брак, не любовь. Это сожительство, устраивающее друг друга. Все. То есть, человек даже не готов меняться ради своего любимого. Это тоже важный момент. Конечно, глупо ожидать, что изменения сразу произойдут, когда, так сказать, люди уже зрелые. Но давайте сразу отметим момент, что, во-первых, в брак надо вступать не очень поздно. Как это не очень поздно? Да, это все-таки, ну, желательно, чтобы мужчине было не больше 25 лет, а женщине желательно, чтобы было младше лет на 5. Вот это самые крепкие браки. Конечно, мне сейчас скажут, да есть у нас брак, где женщина 10 лет старше и отличный брак. Я говорю не про исключения, а говорю про правила. То есть, женщина должна быть младше своего мужчины. Почему? Да потому что сегодня девчонок воспитывают как? Ты за все в ответе на планете. Да? Ты должна о себе позаботиться. Вдруг он про тебя забудет. То есть, у девочки уже установка, что она должна чуть ли не лидировать в отношениях. Там, да? Ну, и мужчин сегодня мало, нормальных. Мальчишек мало. Поэтому у девчонки, естественно, ощущение, что она должна активную роль играть. Поэтому, ну, как ты сможешь принять его как авторитет, как это, когда он младше тебя? Ну, конечно, нет. Он для тебя ребенком будет. Да, он и войдет в этот режим ребенка. Я такие семьи знаю, ничего в них особенного хорошего-то не получается. Муж в режиме ребенка – это не муж. Это человек с приставкой. Это человек с паночкой пива у экрана телевизора. Это совершенно безответственное существо, которое постепенно отказывается от всех мужских функций, во всех отношениях. Понимаете? Это не настоящий брак. В настоящем браке жена все-таки, она выбирает себе опору. Она выбирает себе того человека, на которого можно опереться. Поэтому нянчить все время. Некоторые женщины мне приходят, тоже говорят, батюшка, ну как вот, ой, тяжело мне с этим мужем. Говорит, уже ей 60, уже ему там, так сказать, вот 65. Мне, говорит, устало уже тащить-то его. Говорю, а что ж ты, милая моя, как же ты такая подвижница-то взяла-то на себя? Да вот, говорит, вот, пьет он у меня уже. 30 лет пьет. Как выпьет, еле дотаскивает его до дома. Говорю, и ты сама на все это решилась-то? Говорит. Ой, говорит, ну вообще-то да. Изначально знала, что пьет. Да. А почему же ты замуж-то вышла за него? Ты же понимаешь, что это почти сразу хронический алкоголизм. Это только чудом можно избавиться. Ну, жалко стало. Понимаете? Вот жалкость. Это тоже хорошее чувство. Но поймите, что муж – это тот, кто больше вас жалеть должен. Это тот, кто должен сильнее быть вас, женщины. Выбирайте мужа сильнее вас. Он должен быть… Если вы уже живете в браке, то делайте все, чтобы он стал сильнее вас. Не давайте ему женской работы по дому ни в коем случае. Пусть не моет посуду, пусть не занимается женскими вопросами, пусть дома отдыхает. Но все мужские вопросы никогда не берите на себя, дорогие женщины. А мама вас учит совсем по-другому сегодня. Все на себя бери. А мальчик-то, когда вступает в брак, он готов брать на себя мужские обязанности. Обычно мальчишки, в общем, не испорчены. Юноши уже, да, будущие мужья. Они, в общем, готовы на себя брать ответственность. Так жена, она молодая, активная, детей у нее нет. Говорит, милый, давай я вот это на себя возьму, вот это возьму. Да ладно, я буду работать, мы будем вместе зарабатывать. Надо же квартиру снимать и так далее. Так вот, девушки, заметьте, это пока вы молодые, вы не понимаете, что ваша энергия вам дана Богом, для того, чтобы вы были дома с этой энергией. А для чего вам столько... Женщина какая-то, поговорка такая, как ракета, да? Она же колоссальную энергию имеет, понимаете? То есть такие прихожанки, с которыми даже встречаться страшно. Давайте он скажет, батюшка, вот ты где, у меня столько идей, вот этих, вот этих. Думаешь, ой, ой, да, да. Но вы знаете, когда у нее пять или шесть детей, куда-то вся эта энергия девается. На них она рассчитана. Женщина, как ракета, она заряжена вот этой любовью к детям, понимаете? Она потом готова, когда у нее этого нету, она действительно очень энергичная. Но она дана ей не просто так. А дьявол сегодня через средства массовой информации, прямо вам скажу, и через тех людей, которые ему служат, женщина вбивает в голову, что ты должна... Ты видишь, сколько у тебя энергии? Ты должна ее реализовать через карьеру, через учебу. Давай второе высшее образование получи. Давай третье. Особенно тебе полезно знать, что происходит в мировой экономике. А домашнее хозяйство учат в этом ВУЗе. А зачем тебе домашнее хозяйство? Ты же будешь работать, понимаете? То есть вас сразу уводят из той модели, которая делает женщину счастливой. Потому что ты все будешь знать. Ты будешь знать, как мать, ты будешь знать географию. Ты будешь знать экономику. Ты будешь знать историю. Ты будешь знать несколько языков. Ты будешь знать музыку. Все. Потому что всему этому ты будешь учить своих детей. Понимаете? Дети потрясающе развивают, доразвивают даже в этом плане. Потому что материнство – это такая потрясающая работа. Вы понимаете, то есть дело в том, что надо сразу готовиться к тому, что мужчина будет вести мужскую роль. И отбивать сразу все попытки скинуть на вас любые мужские задачи. И в браке тоже очень важно друг другу, разделяя друг другу сферу ответственности, все же не занимать ниши у мужчины, чтобы женщина не занимала его нишу, а чтобы мужчина не занимал ее нишу. Чтобы они не дублировали друг друга. Почему это важно? А потому что, когда это происходит, когда мы соответствуем своему естеству, своей природе, идет соединение в браке. Это удивительно совершенно. Удивительный следующий этап связи между мужчиной и женщиной. Оказывается, первый этап – это, как сказать, мы знаем, это симпатия взаимная. Второй этап – это дружба. А третий этап – это уже глубинная духовная связь. Когда действительно двое становятся одной плотью. Это правда. Такие браки есть. И в этом состоянии пара начинает создавать, творить. Творчески люди меня поймут. Когда ты любишь, и когда ты счастлив в браке, тебе хочется созидать. А почему так у нас появляется такое свойство? Кто-нибудь может догадаться? Почему, когда мы соединяемся друг с другом, по-настоящему, вот любовь возникает, когда мы действительно жертвуем друг ради друга, уже принимаем волю, жена принимает волю мужа. А муж готов на себя брать всю ответственность, хотя это тяжело. Но он все это делает, то, что он ее любит. Когда они рожают детей, не запрещают им появляться на свет. Все это появляется. И вот этот этап появляется следующий. Творческий этап. Творческий. Дети, собственно, это первое творчество. Да? Взаимное. Произведение семейного искусства. Почему появляется вот этот момент? А потому что в таком состоянии человеческая пара становится подобной Богу. Понимаете? Она приближается к Богу. Ибо, как сказано у Максима Исповедника, есть такое понятие, как пять разделений человека. И вот брак, да, и это преодоление одного из этих разделений, разделений человека. Вот. Разделения – это, скажем, те особенности, особенности сотворенного мира, которые были заложены во все творение. И разделение на два пола, оно было одним из них, чтобы, соединяясь, человек приближался еще ближе к Богу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.